доброго времени суток дорогие друзья нас проект хелик и так на этой неделе был уничтожен генерал хасан махдави один из генералов ксира иранских войск надо отметить что со времен уничтожения сулемани это личность по уровню масштабу наверно номер два и было центре дамаска буквально среди белого дня и недалеко от иранского посольства в здании специальном секретном здании где собрались ряд генералов и лидеров в том числе и хамас в том числе хизбалы на переговоры естественно они там не в карты пришли поиграть израильская армия которая естественно не не объявила об этом официально но почерк понятен нанесло с двух истребителей в 16 6 ракет было выпущено нести серьезный удар по этому зданию не оставь не оставив живых надо отметить что несмотря на то что есть угрозы и призывы к мести израилю и мы не видим это серьезного удара или серьезной реакции и это понятно потому что тот посыл это а планка на которую израиль поднял показав тем самым что любой в том числе насрава когда в своем бункере и любой глава ирана и иранских террористов или их прокси вливание или в сирии любой из них может быть уничтожен в считанные минуты и естественно стоит на карте и все это известно и понятно и то есть серьезный посыл посыл и поднятия на ул в эти этой войны на другого уровня на уровень в ближнего востока на ближнем востоке понимает именно разговор силы то есть израиль дал понять ирана что он на готове и что мы будем вести войну достаточно серьезно и за любую вот эту атаку которую мы видим все время уже на протяжении пяти месяцев атаки по северной части израиля со стороны ливана со стороны сирии со стороны хуситов на юге то есть все иранские прокси и имеют первую очередь ответственность за это несет иран и соответственно они все стоят ты на к их жизнь стоит на кону и будут уничтожены это серьезный посыл который израиль наконец-то дал понять ирану и всему мировому сообществу естественная реакция была с сша и естественно администрации байдена которые практически сразу отмеживались от этого удара прикрывая открыться свой тыл и это якобы будучи союзникам которые сейчас потеряли любой стыд и страх делать все чтобы израилю как бы цена напакостить как мы это видим сейчас все больше и больше реакция байдена и отрицательная негативная реакция по поводу войны в газе по поводу справедливой войны в газе которые пришли нас убивать и ставим в курица вставлять на палки в колеса просто израиль за полторы минуты до атаки и оповестил сша и соответственно они не могли дальше передать эту информацию просто уничтожили все и так и должно быть так мы не понимают и то что происходит сегодня в израиль то что происходит сегодня и весь народ готов к войне и готов и жить даже под обстрелом но чтобы наши враги были уничтожены потому что жизнь еврейского народа жизнь каждого еврея на превыше всего и соответственно реакция которая и этот резонанс который произошел благодаря этому удару уничтожению этого террориста человека который на руках у которого кровь и еврейская кровь на руках и соответственно они планировали естественно какие-то мега теракты понимаем что это посыл очень серьезный для всего мирового сообщества для и всех наших врагов том числе для ирана что их жизни на волоске еще одна новость которая произошла буквально вчера на улице газа не в газе на улице газа в иерусалиме рядом с резиденции господина нетаньянгу где он проживает и была очередная забастовка акция как бы протеста левых и которые начали перешли на новый уровень как здесь мы видели планка поднялась в войне также здесь у них по борьбе с нашим народом по бы левых левых либералов левых радикалов просто врагов израиля иными словами поднялась планка на другой уровень они разделились на несколько групп и начали пробираться в сторону резиденции нетаньягу естественно нанося удары и полицейские столкновение с полицейскими что новое не взяли факел в свои руки и мы знаем что конная полиция охраняет и в том числе резиденцию господина нетаньягу во время таких забастовок и они начали поджигать шерсть коня то есть тыкать факелы в лица коней естественно надеясь на то что конь испугается и как мы понимаем полицейский если упадет то есть пострадает понимаем что ни одна левая организация как обычно переживает за жизнь слабых животных и так далее не не осудила и израильские смеи тоже левый не осудили это эти поступки на место это в этого и крица забастовки якобы демонстрации протеста в кавычках и было вызвано даже глава шабака который сказал что ему неприятно слышать естественно были задержания но свое же время буквально за какие-то считанные часы суд а со судья освободили из-под стражи этих по-другому невозможно назвать это новые левые террористы лево радикальные террористы которые расшатывают страну и продолжает расшатывать примерно то как они это делали до 7 октября напряжение 40 недель расшатывая нашу страну и сегодня они продолжают уже под лозунгами освободить сейчас же лица заложников понимаешь что то что происходит сегодня этот новый уровень то есть то что они взяли крица на свои мечи крица файлами своими тему за освобождение заложников любой ценой говорит только о том что вы головах нету никакой совести потому что тема заложников она 100 каждое слово которое говорится набивается только цена и соответственно их не интересуют эти заложники и к сожалению к нашему сожалению что часть этих и бастующих это те люди которые либо родственники либо сами которые пострадали от отдел рук хамаса примерно 10 семей понимаешь что то что происходит сегодня это не не какой-то мирные процессы не какие-то мирные переговоры или протесты нет это желание сместить правительство переворот власти которого их не удастся по одной причине у евреев большинство наших граждан выработался иммунитет по отношению к этим людям к этой мрази по-другому их не назовешь которые расшатывают нашу страну готовы сжечь нашу страну как они факелами животных были готовы сжечь так они и лошади также не готовы сжечь всю нашу страну ради своих идей ради того чтобы получить свои деньги свою власть обратно в этом мутном болоте но по большому счету у них нету возможности прийти нормальным путем к власти потому что они изжили себя они это группка группка террористов таких лево радикалов и анархистов террористов как угодно можете называть их которая омерзительно в глазах большинства граждан и вызывает только говорится рвотный рефлект и мы понимаем что нужно называть их своими именами это люди которые готовы уничтожить нашу страну они не борются ни за какие ценности кроме своих лево-либеральных каких-то надуманных религий ни за каких они не борются заложников они это используют только для того что для одной цели сместить господина не тонягу сместить правое правительство уничтожить все еврейское выкачивать это и жить как говорится в такой имени швейцарии не произойдет потому что большинство граждан понимает с кем мы имеем дело и кто за этим стоит а затем стоит криминальные деятели люди и хоть и бывшие премьер-министры с уголовными делами реальными уголовными делами то есть просто бандиты и бессовестные бандиты бы иными словами их не назовешь но тем не менее мы видим что народ видит это все проснулся от этой спячки понимает с кем он имеет дело и лица долго не останется ждать не будем видеть их достаточно длинное время но они маски свои сбросили они готовы продать все ради своих идей и естественно ради хамаса ради других своих каких-то ценностей они часто очень выступают под флагами и фатха под флагами палестинской так называемой автономии то есть мы понимаем с кем мы имеем дело духовная глиль которая со времени будет уничтожена так же как и все остальные и в первую очередь духовно полный детальный обзор данной новости двух этих новостей можете найти в описании к этому видео подписывайтесь на наш канал ставьте лайки делитесь этим видео другими видео с друзьями с божьей помощью будет свидетельствами больших чудес нашей прекрасной цветущей стране и в мире в частности если вы интересуетесь новостями израиля вам нравится наш проект хелик у вас есть какие-то идеи пожелания комментарии оставляйте под этим видео хотите стать спонсором наш алканал из вкладочка спонсорства другие реквизиты в описании будьте здоровы берегите себя близких и до скорых встреч также приглашаем вас подписаться на наш новый телеграм-канал хелик новости израиля еще раз будьте здоровы до скорых встреч